Ребят, всем привет! Сегодня мы с вами будем очищать мою кожу. Я вам расскажу, чем я пользуюсь, как я пользуюсь. Сразу нужно понимать, что у меня жирная кожа, склонная к высыпаниям, жирная тазона, жирный подбородок постоянно, забиваются поры. Поэтому мне нужно очень хорошо очищать свою кожу и потом хорошо ее увлажнять. Я использую Сибрияль. Это гидрофильное масло, как первый шаг. Ребят, я его использую, когда смываю косметику. И в целом гидрофильная вот эта вот умывалка, она не только, когда вы после косметики, да, вот вы ее используете, нет. Она в целом очень хорошо борется с загрязнениями кожи. Я вам рекомендую умываться ей просто так, потому что она очень хорошо и глубоко очищает поры. Вот, давайте сейчас добавим воды. Такая легкая пенка. Супер запах, ребят, просто волшебный. Знаете, оно превращается в такую эмульсию на лице. Окей, давайте дальше. Пенку мы смыли, но, как вы знаете, что есть несколько этапов очищения лица. Нельзя просто так взять и все одним этапом просто умыться маслом и пойти спать. Нет, ребят. Теперь мы будем использовать энзимную пудру. Тоже от бренда Сибриали. Давайте посмотрим. Ну, во-первых, посмотрите, как она выглядит. Это супер такая, как, ну, знаете, присыпка, типа. Сибриали, которая тоже отлично очищает и работает с порами. Ой, очень-очень-очень нежная, если честно. Почему я люблю Сибриали? Потому что, во-первых, составы очень классные. Запах, все вот это вот. Ну, и, конечно, ребят, это доступность. Все ссылки я оставлю под видео. Посмотрите, какая легкая пенка получается. И, знаете, это, как вы знаете наверняка, что скрабировать лицо нельзя. Очищение энзимной пудры позволяет нам нежно скрабировать лицо. И, то есть, эти вот частички, которые есть в энзимной пудре, они очищают ваши поры. В данном случае мои. Ребят, рекомендую. Так, давайте смывать. Если вы хотите использовать больше как пенку, энзимную пудру, вы можете нанести количество, да, там, любое себе на руку, вспенить и уже нанести эту пенку на кожу. Ребят, ну, честно вам скажу, качество просто топ. Просто отлично исправляется. Знаете, вот у меня капризная такая кожа, жирная, склонная к высыпаниям, склонная также к аллергиям, если вдруг что-то не так. И здесь же абсолютно прекрасный состав. Мы с вами сделали два шага в очищении лица. То есть, наше лицо сейчас чистое. Что нам нужно сделать дальше? Мы берем ватный диск. Поскольку у нас с вами скран течет не идеально чистая вода, ребята, не забывайте про тоник. Это очень-очень важно. Тоже у нас тоник от Сибриаль. Мне нравится очень запах, цвет. Плюс, здесь в тонике есть кислоты. Он нормализует PH кожи. После того, как мы умылись водой из крана, нам необходимо еще раз кожу тоником протереть. Честно, обалденно пахнет. Он сажает поры. Ну и все-все-все. Посмотрите, сейчас я вам покажу, что остается после. Не знаю, видите вы или нет. Но там такие мелкие-мелкие-мелкие какие-то ворсиночки, еще что-то. То есть, сейчас наше лицо чистое. Прекрасно. И осталось его только увлажнить. Я использую такую вот сыворотку. Тоже от Сибриаль. Она классная, увлажняющая, омолаживающая. Потому что мы хорошенько все сейчас почистили. Почистили поры. Теперь наносим увлажняющий гель. Увлажняющую сыворотку. Ребят, я рекомендую вам. Заходите, смотрите. Очень хороший эффект. Обалденные составы. Я, если честно, в восторге. Я вообще обожаю российские бренды, которые делают такую качественную косметику. Вот, поэтому, ребят, заходите. Сибриаль. Все будут ссылки под видео. А мы продолжаем. Так. Я очень голодная. Просто я не могу сейчас. Я, короче, когда голодная, очень злая. Я очень злая, когда голодная. Я надеюсь, это все еще мне не упадет. Давайте начинать. Так. Это у нас поки, ребят. Кайф. Что там вообще есть? Какой-то фокус? Фокуса нет. Здесь, честно, привезли. Посмотрите Поке. Как это выглядит вообще? Что это такое? Есть там фокус? Есть. Вы видите, да? Просто все в каком-то... Якитория, это просто пипец. Ладно. Я очень голодная, мне некогда, я хочу есть. Давайте пробовать. Рыба вроде свежая. Так. Знаете, что я вам скажу? Что... Я вам тут о них говорила. Вы знаете, беременность это так просто. Это так легко. Ребят, ни хера подобного. У меня вылез варикоз на одной ноге. Представьте себе. Я взяла свои любимые. Ну... Ну, давай. Фокус есть. Персонаграт, ребят. Уф. Это просто бомба. Это они еще не испортили. Я заказываю якиторию просто потому, что она у меня близко к дому доставляет. В общем, рассказываю. У меня вылез варикоз. На одной ноге. Сфоткаю. Пришлю и скажу, что вы херели. На одной ноге у меня вылез варикоз. Сегодня я была... Сегодня мы вообще полдня провели в больнице. Мне там делали УЗИ. Чтобы... Чтобы, знаете, если есть тромб, чтобы его найти. Слава богу, тромба нет, что это просто варикоз. Но это не просто варикоз. Понимаете, что у меня вообще болит нога. Мне надо носить компрессионное белье. Постоянно теперь. Круто. Почему это происходит? У меня вылез варикоз, потому что ребенок уже передавливает какие-то вены. Вот так, ребят. Беременность это непросто. Особенно, ты это понимаешь, вот на последних месяцах. У меня получается сейчас уже... Ну, короче, у меня осталось полтора месяца где-то. Может, чуть больше. И это уже становится сложно. Сложно долго ходить. Мне кажется, знаете, от чего вообще у меня этот варикоз пошел? Что я много на ногах стояла или сидела. И мой вам совет. Если вы беременны, носите компрессионное белье. Сто процентов вам говорю. Потому что без него, если бы я носила компрессионное белье с самого начала, у меня бы такого не случилось. Потому что варикоз это расширение вен, понимаете? Компрессия бы сдавливала, девочки. Поэтому, кто беременный, покупайте себе компрессионное белье. Если у вас нет проблем с ногами, вам хватит третьей степени там. Компрессия там. Первая, вторая, третья. Третья самая маленькая степень. Вам, я думаю, подойдет, кого нет. У кого есть проблемы с венами, девочки, берите вторую степень. Так, смотрим. Девчонки, я макаю вот так. Вкусно. Йогуртовый соус. Авокадо все у них вкусно. Но, конечно, вот эта подача... Не знаю. И китория испортилась. Вот так вот. Чука. А знаете, как я поняла, что у меня варикоз? У меня просто заболела нога, заболела вена. Я такая, что у меня, блин, болит вена, как так? Ну, страшно, знаете, когда вена болит. И вот я сразу же побежала. Поэтому не ждем, пока что заболит. Смотрим внимательно, следим за своим состоянием. И делаем компрессию вот эту. Ммм, контрастный душ еще. Помните, я вам хвасталась, что я нашла своего врача? Нет. У меня, знаете, сколько дней, столько новых мыслей. Не буду я у этого врача, наверное, рожать, которого я вам говорила. Боюсь. Реально боюсь, знаете. Знаете, можно знаки считывать вообще по-разному. Что я имею в виду? Короче, ту врачиху, которую я хотела, она сама... Я ее узнала просто случайно, увидев одной девочки. Ну, и так, периодически я ее видела-видела. Мелькала она у меня. То у одних, то у других кто-то ее порекомендует. Потому что сейчас я выбрала роддом, и там она тоже работает. К сожалению, она оттуда уходит. И уходит, мне очень, ну, мне неудобно, короче, туда ехать, туда, куда, куда она уходит. Это раз. А во-вторых, я, в принципе, побаиваюсь, знаете. Я не знаю, почему вообще, я не знаю, мне сложно это объяснить, но как-то я побаиваюсь, что ли. Потому что она как бы так работает, у нее методы очень такие мягкие, бережные. Что бы все было натурально. Вот что-то боюсь, что прям все, что было натурально. Понимаете? Я думаю, к ней не пойду все-таки. У меня еще есть время, но это очень сложно определиться с врачом. Очень. Сейчас я позвонила своему гинекологу. Она меня стала отговаривать. Я думаю, ну не просто же так, знаете. Не буду я, наверное, рисковать. Ну, понимаете, чем вообще какой-то риск? Не буду. Я думаю, не буду. Ребят, что такое поки? Кто знает. Рис, как бы ролл такой, знаете, в этом. Как, короче, плов. Я не знаю. Сейчас я вам все покажу. Ну, куски рыбы у них нормальные. Ну, больше не знаю. Честно, как будто бы столовая. Посмотрите. Такое вот. Многие написали, нельзя есть рыбу. Нельзя есть рыбу беременным. Многие написали. Ну, нельзя. Что делать? Ну, как бы, почему нельзя? Если нормальная рыба, то можно. Почему нельзя? Нельзя, потому что можно отравиться. Вот это нельзя. А так? Можно, конечно. Кто утражал у меня? Девочки, вы просто так ехали на скорую в любой роддом? Или так же, как я, заморачивались? Не поеду, наверное, к ней. Я, знаете, когда... Мне вообще легко обдурить. Вы знаете, мне вот начать что-то там рассказывать, я верю. Это ужасно. Критическое мышление отсутствует. Я всегда хочу верить в хорошее. Думаю, не, не поеду. Надо искать заново. Если у меня уж не получилось с ней, надо это воспринять как знак. Я думаю, так. А вы как думаете? Если бы сложилось, то бы сложилось. Тут уже какая-то херня начинается. Едет туда-сюда. Не поеду. Мм. Я объелась уже. Ну, ребят, я сегодня ела... Сейчас 6 часов вечера. Я ела в... 11. Сырок гладированный. Голодная. Все, вообще, я тогда голодная была. Ехали домой. Мне, знаете, все-таки... Мне хочется какой-то такой о себе заботе, еще чего-то. Сложно вообще объяснить. Но тебе кажется, что когда ты беременна, тебя будут все носить на руках. У меня... Ну, не знаю. Конечно, я... Что я прошу, все все делают, но... Прям такого, вы знаете, как говорят там... Такого прям у меня нет. Мне это бестия, если честно. Вот так. Как-то сижу низко, знаете, камеру меняла и настроила неправильно. Что, давайте... В соусе смакнем. Ну, кусочки, видите, прям добротные, да, такие лосося? Думала, кость. А это, знаете, чука. В общем, буду дать. А, кстати, знаете, какой еще прикол? Мы заказали шкаф. Через Озон. И я не почитала отзывы об этой компании. Ну, потому что, знаете, в товаре отзывы были хорошие. По итогу, нам доставку задерживают, ну, чуть-чуть пока что. Но я почитала отзывы в интернете. Ребят, про них просто ужасные отзывы в интернете. Что мне не доставляют, задерживают. На звонки не отвечают. Ну, и правда, я им звоню. Они не отвечают, они не поднимают. То есть, я им звоню, они не поднимают. Я им пишу в чат. Они мне говорят, ваши... Эти... Ваш шкаф на очереди в отгрузку. Я говорю, а когда это будет, когда эта отгрузка, пока непонятно. Ну, то есть, понимаете, да? То есть, как вам непонятно, если он в очереди в отгрузку, он стоит там, допустим, в десятой в очереди. Или тридцатой. Ну, скажите, что примерно тогда-то, да? Что значит, непонятно. Короче, я побаиваюсь, что они... какие-то кидало. Плюс, там было так, что... Оплатили, конечно, полную стоимость сразу. И там доставка аж до 15 марта, понимаете, стоит. Вообще. Они что, будут до 15 марта доставлять? Тут, понимаете, вот эта вот история кукурузы с огурцами. Видите, какой милый. Милашка просто, милашка. Ты, милашка? Все, ребята, пошел по этому. Дымок пошел, короче, вкусно. Я наелась. Это самые дорогие роллы у них. Честно, я не впечатлена. Эти тоже одни самые дорогие. Айкитори, они сильно увеличивают цену. И от того... Я не знаю, что с Айкитори вообще стало. Ребята, я не знаю. Может быть, я раньше ничего не понимала. Мне казалось это вкусно. Просто, знаете, мне еще врач говорит, ну, Катя, ты должна выбрать сама, вот как чувствуешь. Но я не понимаю, ребят, как я чувствую. Ну, как я могу понять? Как я могу выбрать специалист такого уровня? Ну, как бы по отзывам только. По отзывам только, видимо. Ну, вот, знаете, когда есть сомнения, видимо, это не твое. Не надо. Не надо идти, не надо рисковать. Это не тот риск. У меня вот есть сомнения, поэтому я не хочу рисковать. Да? Ну, думаю, не надо рисковать к такой вещью. Лучше идти к надежному человеку, который, знаете, лучше перья, чем недо смотреть. Да, допустим. Потому что тут, там такой процесс происходит, ну, достаточно серьезный, понимаете. Слушайте, ну, рыба, блин. Да нет, нормальная. Ну, не знаю, ребят, испортилась Екитория. Но я уже, я в тот раз уже говорила об этом. Им просто надо делать какое-то изменение какие-то. То, что они на одном и том же меню, получается, сидят всю жизнь. И, ну, как бы... Знаете, у них был когда ребрендинг? Когда я еще там работала на первом курсе универа. Тогда вот у них был ребрендинг. И все. Я не знаю, чем они берут. Количество? Может, количество. Но, помните, был ресторан Епоша? Он же закрылся. Я не знаю просто, кто туда ходит сейчас. И, помните, была такая тема, что Екиторию можно было по купонам ходить. Сейчас тоже вроде можно, по биглеонам. Мне кажется, с этого все началось. Они вместо того, чтобы переделывать меню, знаете, как-то привлекать к себе людей, они просто решили по... Ну, типа, по другому пути пойти. И все. Я не знаю, как вам сказать, что мне не понравилось. Неплохо, но нехорошо. Ну, вы сами видели, короче. Че объясняю? Кому я че объясняю, ребят? Я просто была голодная, я наелась. И все. Спасибо всем большое, что смотрите. Не знаю, буду с вами делиться, когда я выберу врача. Понимаете, в чем меня смущает? Та, которую я изначально выбрала врача, она очень воздушная. Ну, она такая... Ну, она воздушная. И про нее супер много хороших... Про нее настолько много хороших отзывов. Я боюсь. Вот так вам скажу. Просто, девочки, кто шарит, знаете, сейчас как бы тренд на вот это, на естественность, на вот там свободное поведение в родах и так далее. Она вот прям про это. Она прям сто процентов про это. Про гипноз, про вот все-все-все такое. Но... Ну, я боюсь, понимаете, в это идти настолько. Это есть женщины, кто вот ей там акушерки, они рожают у себя в ваннах. Ну, сами, сами у себя принимают роды. Говорят, что вот это... Ну, типа, это естественный процесс. Да, ребята, это естественный процесс, там, и все такое, но... Так что, естественный процесс, если у тебя что-то идет не так, это полный пиздец. Ну, то есть... Это очень огромные риски. Это огроменные риски. Это просто, ну... И лучше это не доводить до этого, понимаете? Лучше все перепроверить. Поэтому я до конца не понимаю. У меня еще есть время, но времени, на самом деле, не очень много. Подписывайтесь на мой телеграм. Все соцсети будут в описании. Самая лучшая поддержка, которую вы мне можете дать, это реально подписаться. Подписаться на этот канал, конечно же, поставить лайк. Это, правда, самое ценное. Потому что... Ну, монетизации нет, естественно, никакой. Ничего этого нет. И вот такая вот поддержка, аудитория, она очень важна, ребят. Я знаю, что меня много смотрят. Ну, смотрят намного больше, чем подписанных. Там подписанных мало. Поэтому не жмотитесь, поставьте эту галочку подписаться. И вы еще забудете об этом. Все, мне будет это очень приятно. И поможет развитию моего канала. Все ссылки будут в этом описании. Так, я это все оставляю. Не хочу, честно. Сегодня такое, знаете, настроение... Да нет особо настроения. Потому что тема эта с варикозом. И, девчонки, вот реально совет про вот эти вот чулки компрессионные обязательно носить. Обязательно. Тем более, если у мамы, у папы, у бабушки, дедушки варикоз. Если вы склонны, после там шестого месяца обязательно. Я думаю, знаете, что, если бы я носила вот эти чулки на прогулку, дома вот я хожу, там убираюсь. Если бы я была в чулках, у меня бы такого не было. А так, получается, у меня уже вторая стадия варикоза. Прикиньте. Я просто была в шоке. Вот поэтому берегите себя. Я вас целую, обнимаю. Буду делиться в следующих видео своими находками. Я не знаю. Определюсь я, не определюсь. Знаешь, ты чем больше оттягиваешь время, тем больше непонятно становится. Просто ты как бы от неизбежности убегаешь. Закрываешь глаза. Но это не выход. Вот. Ладно, пошла я думать. Все это буду убирать. Видео выложу скоро. Всем пока. Зул.